Жители и гости Атрау, которые прогуливались по набережной Урала, стали свидетелями необычного зрелища. На их глазах бойцы армейского водного спецназа проводили учебную операцию. Освобождали заложников, захваченного преступниками катера. Последние события, происходящие в стране и мире, показали, насколько важна подготовка спецназовцев. В Атрау на базе одной из род специального назначения регионального командования Запад сформировали группу бойцов-подводников, способных выполнять боевые задачи на воде и под водой. В первый раз мы попробовали работать именно в антитеррористическом направлении, именно с этим подразделением. В целом, ребята задачу выполнили, поставленные задачи выполнили, заложники освобождены. Мы планируем в дальнейшем, кроме плановых наших занятий по боеподготовке, которые подписаны нам программой боеподготовки, и также в дальнейшем совершенствовать навыки этой роты в борьбе именно с террористами по освобождению судов, речных, морских, как в речной, так и в морской акватории. По легенде учений, преступники захватили речной катер с пассажирами. На выручку к последним и направлен воинский спецназ. До этого момента бойцы в течение двух недель проходили водолазную подготовку на базе городской станции водно-спасательной службы. Эти занятия – своеобразный экзамен. Особенности – это слаженность подразделений. Вот моя группа захвата непосредственно, три человека, мы действовали троем на судне. То есть вот это от начала до конца, как на судно забравишь на судно, там узкий проход, все действуют в одну колонну, все организовано, все по сигналам, по звуку действуют. Вместе со спецназом действия в операции по освобождению заложников отрабатывали и спасатели западного регионального аэромобильного спасательного отряда. Без шансового инструмента спасателей вскрыть задраенные двери – практически невыполнимая задача. Наша работа заключается не только в спасении людей на воде и профилактике несчастных случаев в купальный сезон. Сегодняшние учения показали, что наши специалисты должны быть готовы к действиям в любой экстренной ситуации, в том числе и при выполнении антитеррористических задач. Тренировки и занятия бойцов спецназа и отработка взаимодействия со службами ЧАЭС продолжатся, заверяет командование части. При этом сфера деятельности групп будет постоянно расширяться, охватывая в перспективе не только реку Урал, но и всю прилегающую часть Каспийского моря. Тогда-таки был Фазиль Хану Ахитов от РАУ24КЗ.